В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте! В студии Оксана Ветрова. Сегодня личный прием граждан провел первый заместитель главы городминистрации Олег Подустов. С какими проблемами в общественную приемную ОДДР шли жители Харциска, Зугреса и поселка Горное и удалось ли им помочь – далее в сюжете. Первой на прием сегодня пришла жительница Стаханова. Раиса Ивановна с 2014 года зарегистрирована в поселке Зуевка. Украинский паспорт она потеряла из всех документов, подтверждающих ее личность, может предъявить лишь адресную справку. Чтобы разобраться с вопросом, с которым женщина приходит в ОДДР уже не первый раз, пригласили начальника паспортного стола Ирину Савенкову, которая, в свою очередь, после тщательной проверки различных справок и свидетельств, выявила, что у заявительницы есть все необходимые документы для того, чтобы обратиться за оформлением паспорта гражданина ДНР в миграционную службу Донецка. Решить проблему паспортизации попросила и жительница Славянска, супруга военнослужащего армии ДНР. Я паспорт не могу получить по такой причине. У меня свидетельство о рождении, две буквы «Л» Нелли, а в паспорте одна. Меня уже где только не гоняли. После инвентаризации имеющихся документов Нелли Валентиновны также выяснилось, что в ближайшее время она сможет подать документы на получение паспорта гражданина ДНР. Есть варианты выхода из вашей ситуации. Вам просто нужно подойти и обсудить все нюансы. Вот кто действительно не может решить свою проблему, а точнее просто договориться о ремонте канализационного стояка, так это жильцы восьмого дома, что на Черемушках. На протяжении целого месяца соседи каждую пятницу приходят в общественную приемную ОДДР, чтобы выяснить, кто из них прав, а кто виноват. Эта история все больше напоминает сюжет басни Крылова «Лебедь, рак и щука». Исходя из ваших предложений, я слышу, что вы просто, наверное, не знаете ваших полномочий и обязанностей, и ответственностей. А суд знает. Вот мы в него и обратимся. Если вы не обратитесь, не в воду с решением. Хорошо, вы обратитесь. Либо не решите этот вопрос. Пусть решается как председатель. Если жильцы восьмого дома из-за затянувшегося до неприличия выяснения отношений вынуждены обходиться три недели без воды, то в 53-м доме того же микрорайона Металлургов уже почти неделю перекрыта газовая труба. Причина – аварийная утечка газа в одной из квартир. Неоднократно приходили в эту квартиру соседи. Они не открывают, боятся, у них там парень, чтобы бар не забрали. Мы стучали, кричали, там, это газ, у вас утечка, откройте. Тишина. Олег Подустов пообещал харцезянам разобраться с их проблемой в ближайшее время. Для решения вопроса он намерен объединить усилия Гургаза, службы единого заказчика и городского отдела полиции. С начала 2022 года почти полторы сотни жителей Большого Харцезка смогли трудоустроиться на работы временного характера, организованные городским ЦЗ. Сегодня, ввиду масштабных разрушений инфраструктуры, республика как никогда нуждается и в подсобных рабочих, заработная плата которых составляет 11 658 рублей, и особенно в квалифицированных специалистах-строителях, оплата труда которых начинается от 40 тысяч рублей в месяц. Вот только где их найти, этих специалистов? Сегодня решением этого вопроса занимаются в городском центре занятости. По результатам обзвона лиц, имеющих строительные специальности, 20 человек дали согласие на участие в квалифицированных работах временного характера. Кроме того, 6 человек из числа лиц, состоящих на учете, изъявили желание обучаться строительным специальностям по направлению территориального органа Республиканского центра занятости ДНР. Во втором квартале 2022 года активизировать работу по формированию строительных бригад, именно квалифицированных, и просмотреть виды работы, запланировать и обратиться в Днестрой на получение гуманитарных материалов. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники культуры ДНР. Отмечают скромно, можно сказать, обыденно. Те, для кого организация торжеств и создание праздничного настроения – это призвание и ежедневная работа, еще обязательно применят свои таланты. Но пока до победы с концертами решено повременить. Когда говорят пушки, музы, как известно, молчат. В библиотеке царит привычная тишина, независимо от того, сколько посетителей в зале. Здесь не принято громко разговаривать. И во времена стабильности, и в эпоху перемен книга – это и друг, и собеседник. В библиотеке Харциска, как всегда, во все времена наши тяжелые, востребованы. Работаем в обычном режиме, люди приходят, меняют книги, задают вопросы их интересующие. Мы отказались от проведения массовых мероприятий в связи с мерами по ковиду. И проводим все мероприятия в режиме онлайн. Это значит, что вы можете зайти на наш сайт «Харциска. Централизованная библиотечная система», посмотреть презентации, видеоролики и другие мероприятия, которые мы проводим дистанционно. Сегодня заместитель главы администрации Харциска и начальник профильного отдела поздравили коллективы городских учреждений культуры, библиотеки, школы искусств, ДК и музеи истории с профессиональным праздником, отметив их слаженную работу. Ни одно мероприятие в городе не обходится без вашего участия. Выставки, мастер-классы, круглые столы, игровая программа с детками, общение с взрослым читателем, приобщение их к чтению в целом. Вот ваш творческий подход, ваши внимательные отношения — это дорогого стоит. Спасибо вам огромное! Оставайтесь всегда вот такими яркими, творческими, креативными, идейными. И пускай для нас с вами самой лучшей наградой за работу будет похвала людей. Еще раз с праздником! Грамотами главы администрации Харциска были отмечены коллективы городских учреждений культуры и отдельные сотрудники библиотек, школы искусств, городского ДК и музея истории. Несмотря на такую обстановку, все продолжают работать в полном формате и ждут, когда же наступит долгожданный мир, чтобы могли порадовать жителей нашего города прекрасными мероприятиями. А это так и есть, потому что все наши учреждения культуры принимают самое активное участие во всех мероприятиях. Мало того, творческие коллективы, солисты, театральные коллективы, наши воспитанники музыкальной школы, они принимают активное участие в республиканских конкурсах, в международных соревнованиях и конкурсных программах и занимают призовые места. Мы гордимся нашими ребятами и педагогами, которые вкладывают в них всю душу, весь свой профессионализм и опыт. Сегодня на площадке перед городским дворцом культуры была организована очередная продовольственная ярмарка. В свете последних событий многих интересовали, конечно же, цены на товары. Наша съемочная группа выяснила, что конкретно подорожало и насколько. Принять участие в выездной торговле смогли не так много предпринимателей, как это бывает обычно. Однако, это не помешало горожанам довольно выгодно скупиться. Потому как большая часть цен на товары осталась на прежнем уровне, уверяют участники ярмарки. Первое, что бросается в глаза, это вполне умеренная цена на куриные яйца – от 75 и до 85 рублей за десяток, в то время как в некоторых магазинах можно увидеть цену и в районе 100 рублей. Не подорожал на ярмарке и мед. Это полезное лакомство все еще можно купить по прежним ценам, отмечают пчеловоды. А вот строить планы на следующий сезон не берутся. Говорят, главное, чтобы мужчины поскорее вернулись домой к привычной мирной жизни. В ряду овощной продукции заметно подорожала только капуста. Сейчас за кило просят 90 рублей. Дорого нынче полакомиться и бананами. Цена на этот тропический плод выросла в среднем до 150 рублей за килограмм. Живой интерес в преддверии дачного сезона у покупателей вызывают цветы, а вернее их луковицы для посадки. Сегодня на ярмарку мы привезли сезонную продукцию для высадки в грунт весной. Это и луковицы лилий, и гладиолусов, крокусы, которые сейчас уже начинают во всей красе себя показывать. А также привезли саженцы смородины красной и черной. Выращиваем мы и огромный ассортимент садовых гортензий. Вообще мы приехали из Янакиева. Будем рады вас видеть в следующую ярмарку здесь в Харциске, чтобы вы смогли сделать покупки и порадовать себя и своих близких. Продукция представлена в двух ценовых категориях. То есть детка, которая достаточно дешевая, от 5-10 рублей, она требует подращивания пару лет в грунте, либо взрослая цветущая луковица от 50 рублей. Приняли участие в выездной торговле и предприниматели, реализующие рыбу – живую, вяленую, соленую, копченую, замороженную. На вопрос о ценах говорят, что подорожала скумбрия, сельдь. Все, что приходит в заморозки, поднялось в цене примерно на 50-100 рублей. Живая рыба пока остается с прежними ценниками. Нормализация обстановки на всем побережье Азовского моря наверняка поможет удержать цены на местные виды рыб. Главное, чтобы сам процесс нормализации обошелся без существенных потерь. Нашим парням на Южном фронте воинской удачи. И до встречи на канале ТВСФЕРА. 26 марта 1951 года родился, можно сказать, Алексей Михайлович Иволгин, генерал. Нет, сначала он был Алексеем Булдаковым. В каковом качестве окончил школу, театральную студию, отслужил в Советской армии, поработал следствием на заводе и пришел к окончательным решениям. Он рожден для сцены. До главной своей роли Булдаков добирался более 20 лет, играя на сценах областных театров и, как правило, на вторых ролях в четырех десятках фильмов. И вот она творческая удача. Роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты», прототипом которого стал Александр Лебедь. Колоритнейший персонаж Булдакова стал олицетворением русского генералитета. Спокойный, уверенный в себе человек, умеющий порассуждать на философские темы и в то же время формулировать емкие тосты. Ибо тост на охоте должен быть краткий, как команда, как выстрел, иначе времени на отдых не останется. Да и для самого отдыха, по мнению мравого генерала, многого не надо. А разве виноваты мы, что родились в России? И требуется нам иногда самая малость, чтобы не потерять почву под ногами, ощущение родины, мира. Тихая речка, лесное маленькое озеро и немудреная снасть. 26 марта над республикой проходит теплый фронт скандинавского циклона. Днем переменная облачность, температура воздуха от 8 до 15 градусов. Западный ветер 6-9 метров в секунду. Ночью облачно, температура воздуха понизится до 4 градусов, юго-западный ветер 7-10 метров в секунду.